Некоторые варианты боковых ударов. Не все, но основные. Первой идеей у нас осталось это движение вперед. Мы не отводим руку за себя, мы не осмаливаем сейчас варианты свинга, размашистых и тому подобного ударов. Все, мы оправлены вперед. Первый вариант в контуре. То есть фактически мы становимся вот плечо, рука поднимается снизу и уходит на боковая. Мы работаем в комнате, все, рука не ушла никуда. Это снизу, то же самое, как руки вверху. Руки толкаем вперед и локоть занимает место в кулаках. Второй вариант, обводящий. Подобно тому, как мы вращаем большой ворот на ручной мельнице. Рука уходит не назад, она движется фактически вперед, но как бы огибая препятствия, что снизу, что сверху. Повторяю. И движение идет вперед. Если в первом случае у нас удар получится перед рукой, то есть где-то под 45 градусов мы сможем войти. То огибающий вариант, это как бы обходим руку. То есть здесь мы не можем попасть, мешает локоть. И входим сбоку. Если все противники чуть выше переглядем, соответственно, здесь я иду вперед. Движение сразу не мешает локоть, поэтому я чуть-чуть по дуге обхожу. Но движение повторюсь вперед, естественно движение вперед. Вверху, внизу. Следующий вариант, это также обводящий, но в вертикальной плоскости. Опять же, не отводим руку назад. Мы как бы поднимаем руку чуть в сторону и уходим на боковой. Очень естественное движение. Не вперед, а чуть сбоку. То же самое. Представим, что мы хотим обойти плечо. Вот обводящая траектория. Как бы обходим и наносим. Не облитудно, мы не уходим назад, мы не уходим далеко. Движение у нас направлено вперед. И сразу же, неважно, постановка гулака здесь не суть. Если мы находимся в верхней позиции, отсюда можем бросить, например, джеб. Роняем руку и по колесу ушли вперед. Это уже тактический элемент. Пока что мы вроде бы раскрываемся, но при этом движение у нас уже направлено вперед. Еще один не сильно часто встречающий, но тем не менее имеющий место быть. Достаточно сложный вариант щелчкового бокового. Когда мы бросаем руку по прямой, вот как при фликер джебе, в сторону. И на обратном движении как бы зачерпываем. То есть, бросили чуть в сторону, как финт, противник среднего. И здесь, из этого положения, сгибая руку, наносим боковую. Опять же, это можно на нижнем и на верхнем уровне. Правой тело.